Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Автор вопроса уходит от своего мужа. И рассказывает историю, в которой он, она точнее, автор, познакомилась с другим мужчиной, который в общем и целом ведет себя довольно странно. Я не буду, значит, описывать вот эти подробности, да, потому что, ну, мне кажется, что они в целом довольно такие, так сказать, конфиденциальные, может быть даже интимные, поэтому я не буду их описывать. Скажу просто, что есть поведение, которое автору кажется странным. И это, в принципе, более чем нормально, да? То есть, тут, ну, автор вопроса, что-то кажется странным. Тут ничего такого нет, пожалуй. Вот. Значит, в первую очередь, что хочется сказать. Дело в том, что развод с мужем для вас не может быть. Неправмирующим, вот. К сожалению. И в первую очередь, как мне думается, нужно прожить именно расставание с мужем. Вот. То, что вы хотели повторствовать, это понятно, но, скорее всего, вы это сделали в том аспекте, вот, что хотели от чего-то, ну, сбежать, на мой взгляд. Вот. Вот. Что тоже, в принципе, является нормой. Абсолютно. Абсолютно это является нормой. То есть, вы сейчас пытаетесь человека понять, вот. Вот. На мой взгляд, связано с тем, что вы не доверяете себе. Ну, опять же, недоверие себе связано с потрясением, которое вы сейчас проживаете. Вот. И на мой взгляд, абсолютно адекватно и... Абсолютно нормально, то что вас сейчас эта история волнует, тревожит и беспокоит, как мне видится. Поэтому самое главное здесь не торопиться и хорошенько разобраться в своих чувствах. То есть, чего вы хотели, когда начинали с человеком встречаться, да, флиртовать, в чем вы нуждались, когда это делали. Что вас объединяло и связывало с этим человеком. Вот. На эти вещи вам нужно, конечно, на терве. А не пытаться понять, правильно или не правильно вы себя поняли. Значит, правильно или правильно вы его поняли. Вот. Вы называете его странным. На мой взгляд, это не совсем про странность. На мой взгляд, это больше про отказ от своих собственных ощущений, от своего собственного, если хотите, отношения. К чему бы то ни было. С одной стороны, и некоторая такая пассивность в отношениях. То есть, ожидание от того, что мужчина все решит, с другой, с другой стороны. Вот. И, на мой взгляд, на это нужно обратить внимание. Вау. Вот. То есть, вам на это нужно обратить особенное внимание. А не называть его странным или как-нибудь каким-то еще. То, что вы описываете, вот, характер вашего взаимодействия, да, вот вы пишете, что начали общаться по WhatsApp там, в какой-то степени, пусть и, может быть, косвенно, характеризует то, как вы с ним взаимодействуете. Я имею в виду, с мужчиной. Вот. То есть, что это за взаимодействие с ним? Какое у вас? На каком основании? Вот. Вот. Вот так вот вы сейчас устраиваете отношения, на мой взгляд, абсолютно нормально, как можете, как умеете. Вот. Просто не доверяете себе, как мне видится. Вот. 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 И плюс, видимо, вот, что пытаетесь сгладить. Некоторые негативные переживания от... расставания со своим мужем. Вот. 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 И вот в итоге совершаете действие, которые, может быть, не совсем точно вас характеризуют и не совсем точно, может быть, соответствуют, да, тому, что вы хотите, тому, что для вас ценно, вот, тому, что вам важно и тогда, вот. Лично мне, по крайней мере, кажется, именно, именно так. Вот ваш вопрос, значит, вы пишите, что не ожидали такого стремительного поворот событий, вот. Ну, это нормально, чтобы не ожидали какого-либо поворота событий, на мой взгляд. Но важно не это, а то, как вы на это реагируете. Вот. Понимаете? Реагируете вы на это так, что человек, по вашему, получается, мнению, должен как-то себя вести. Ну, каким-то таким, определенным образом, если хотите. Вот. Он себя так не ведет и все. У вас возникает вот некая такая болезнь, значит, как будто бы. Ну, опять же, да, тут можно ошибаться, да, но вот как будто бы это так. Вот. А дальше, значит, он бабник или хочет таким казаться, абсолютно здесь она неизвестна. Вот. Может быть. Вообще. Все что угодно. В этом смысле. Вот. Я думаю, что он совершенно бесполезно. Пытался это как-то понять, потому что человек, может быть, и сам не знает этого. Но совершенно точно я могу сказать, что он показал вам свои, по крайней мере, намерения. Да? Вот. Вы к этим намерениям можете относиться как угодно. Вот. Нужно только выработать к ним ваше, ваше отношение. Вот. Значит, так. Ну, вот, в принципе, такой момент. То есть простой ваш вопрос про другого человека, по сути. А психологи не отвечают на вопросы про других людей. Это не в нашей этике профессиональной мы не можем этого сделать. Вот. Мы не можем обсуждать вот третьих лиц. Поэтому, да, будем, получается, вас разочаровать. Вот. В этом смысле. К сожалению. И не ответить, не ответить вам на ваш вопрос. Ну, надеюсь, что вы сами относитесь к этому в своем понимании. Вот. И все-таки пытаетесь, ну, вот, себе доверять больше. Вы пишите, я честно не понимаю его поведение. Вот смотрите. Тоже довольно интересный момент. Вы пишите, что не понимаете его поведение так, как будто хотите понять. Да? Вот. А попробуйте увидеть, что вам даст понимание его поведения. Что вам это даст? Может быть, вам мужчина понравился, и вы в нем увидели что-то для себя важное сейчас, в текущей ситуации. Не очень понимаю, что именно. Вот. Не очень понимаю. Но, тем не менее, увидели что-то важное. И, может быть, теперь вам сложно и больно от этого отказаться. Вот. Может быть, как-то с этим связано то, что вы пытаетесь понять человека. Практически чужого человека, я хочу заметить. Вот. То есть, для чего вы пытаетесь его понять? Вот. Что вам это даст? Вот это, на мой взгляд, очень важный момент, очень важный аспект, на который нужно обратить внимание. Практически всегда. Практически всегда. Практически всегда. Вот. Люди. Люди. Сталкиваются. Для себя. С проблемой. Довольщиков. Не понимают. Другого. Ну, других людей. Вот. И это нормально, потому что никто никогда не приостевает в этом. Вот. Никто никогда не приостевает в том, чтобы понимать, кого-то это не возможно. И вам нужно увидеть, для чего вы это делаете. Особенно в текущей ситуации, когда вы разводитесь со своим мужем, да, и вам, мягко говоря, непросто. Мягко говоря, непросто. Я сочувствую. Вам я сочувствую к тому, в какой, в какой, в какой ситуации вы оказались. Очень рада сочувствую. Правда сочувствую, что вы оказались, что вы оказались в такой для себя непростой ситуации. И надеюсь на то, что вы сможете найти время, возможность для того, чтобы поработать с тем психологом, да. И разобраться со всеми своими сложностями, которые у вас возникли. Потому что они, сложности, не являются панацеей, да, они не являются чем-то ужасным. Да, вам тяжело. Но я думаю, что есть причины, по которым вы, опять же, от своего мужа уходите. Так очень часто бывает, что люди случайно начинают общаться, случайно начинают взаимодействовать. Неверно понимают друг друга, особенно когда между ними мало общего. И вот в итоге получается такая вот неприятная ситуация. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи. Субтитры配 importantes из mês. Да, и санияbla�. Сколько духовно не двадцать и миллион немец. Только это впечатляют. Продолжение следует...